Всем привет, вещает сибирский медведь. В данном видео мы рассмотрим три разных вида героев поддержки, ну или словами игры, саппортов. Данные герои будут очень хороши для начинающих игроков данной игры. Просты в освоении и очень сильны, конечно же на момент снятия данного видео. Игра меняется, и кто знает что с ними будет через полгода, но сейчас они сильны и актуальны. Так что начинаем. И первый вид саппортов, который мы с вами разберем, это хиллеры. Саппорты, которые могут восстанавливать здоровье союзников. Первый кандидат это Сона, очень универсальный чемпион поддержки. У него есть все необходимое для хорошего сапа. Неплохой урон в ранней игре, неплохой хил, который можно усиливать предметами. Также очень хороший контроль с рульспособностью, от которого сложно увернуться. Плюсы данного героя. Неплохой урон в начале. Приятная дальность атак. Вариация сборок, можно играть как полноценный герой поддержки, или же пойти в урон, но не советую в начале этого делать. Сначала узнайте героя и игру в целом. Минусы данного героя. Герой очень хрупкий, боится любого контроля, так как хп немного, и попасть под фокус это верная смерть. Еще один из минусов. В поздней игре слабый хил, если не купить специальные предметы. Второй хилищий герой в этом выпуске 40. Самый сильный саппорт в плане хила, если не сказать, что это лучший хиллер в игре. При максимальной сборке может поддерживать жизнь своих союзников довольно долго. В начале очень хорошо зонит, наносит дистанционный урон врагам. Также есть эффект молчания. Это когда ваша способность блокирует все способности противников, то бишь они не могут кастовать свои умения. Плюсы. Лучший хилл в игре. Хорошая дистанция атак. Минусы. Когда хилит, отдает часть своего здоровья, что довольно заметно в начале игры. Также хрупкий герой повержен фокусу вражеской команды, поэтому внимательно выбирайте позицию для своей игры, особенно в тимфайтах. Также из минусов. Это довольно-таки слабый урон. Ну что, переходим к танкам. Данные герои могут выдержать очень много урона и дать хороший контроль о бездвижении врага. И первый в этом списке это Леона. Очень сильный танк с хорошей выживаемостью, кучей контроля, которая позволяет начать драку или спасти своего союзника в нужную минуту. Плюсы. Хороший урон в начале. Очень сильный контроль. Хорошая выживаемость. Минусы. Нет возможности отступить. Если драка не задалась, то уйти будет сложно. Также из минусов это слабый урон в поздней игре, что делает вас зависимым от союзников. Следующий герой. Наутилус. Как и Леона, обладает хорошей затанкованностью, хорошим уроном в начале и сильным контролем. Может вывести из боя сразу две цели. Первую подтянув, вторую подкинуть на ультспособности, что даст время для маневра вашей команды. Плюсы. Хороший урон в начале. Сильный контроль. Отличная выживаемость и если что, можно выйти из драки с помощью Q способности. Минусы. Слабая подвижность. И слабый урон в поздней игре. Переходим к последней из категории поддержки, которые могут наносить урон на большой дистанции, так и минимально защищать своего союзника. В отличии от обычных магов, они хотя бы немножко, но могут сейвить своего ADK стрелка. И первый в этом списке люкс. Сильный маг с большой дальностью атак. В арсенале имеет контроль и щит, что даст защитить себя и стрелка. И возможно завязать бой с противником. Плюсы. Сильный урон. Комбинации люкс может принести килл команде. Также очень хорошая дальность атаки. Минусы. Нет хила в умениях. Также требуется опыт попадания умениями. И не способна танковать. И последний игр в списке, но не последний в пранинге геймплея. Моргана. Сильный маг с жестким контролем, который способен вынести из душевного равновесия любого врага. Моргана способна давать умения на большой дистанции, что позволяет напрягать врагов, не теряя здоровья. Также есть щиток для поддержки своего ADK. Плюсы. Хороший урон. Также долгий и сильный контроль. Минусы. Щиток не спасает от физического урона, только от магического. Также довольно долгий каст ультспособности. Нужно привыкать. И нужно учиться попадать умениями. Это конечно не весь список, но я выбрал самых-самых простых и самых сильных и самых актуальных на сегодняшний день. Если хотите узнать о каком-то герое получше, увидите на него гайд, то пишите, я буду видеть, что интересно начинающим игрокам Лига Легенд. А на сегодня все. Победных вам игр, войны!